Все чаще в приемную губернатора кубанцы приходят не с личными вопросами. Представляют проблемы улицы, микрорайона и даже целого города. Юрий Рощупкин вместе со своим соседом обращаются к главе региона от лица жителей станицы Октябрьской, Крыловского района. Там участок улицы Красногвардейской превратился в дорогу на выживание. Проезжая часть не шире пяти метров, рассказывают мужчины. Делить ее автомобилисты вынуждены с пешеходами, тротуара там нет. И когда на улице появляется больше груз, то для пешего движения места просто не остается. Винимонович, машины, тонары, фуры, значит, три девочки на День России ищут на подготовку, на репетицию. У нас много в домах закопаны или столбы бетонные, или эти баллоны. Фура не вписывается, навстречу идет вторая машина, вылетает в его забор. Если бы не этот баллон закопанный, девочек бы не было, была бы трагедия. Больше всего жители беспокоят, что по этой дороге каждый день ходят в школу дети. Объездной путь для Камазов и фур есть, но дорога гравийная и открыта она только до зимнего сезона. Выслушав проблему, Вениамин Кондратьев поручает местным властям заасфальтировать проезжую часть и привести ее в порядок. Объездная дорога для большегрузов должна функционировать круглый год. Выполнить все работы возможно на условиях софинансирования из краевого бюджета, говорит губернатор. Для того, чтобы вступить в программу, нам необходимо сегодня чуть более трех миллионов рублей на разработку проектно-сметной документации. Виталий Георгиевич, здесь нечего обсуждать, иначе это будет демагогия, а не решение. Они пришли за решением, они слушают наши отговорки и рассуждения. И люди здесь абсолютно правы. Я еще раз подчеркиваю, если бы наши дети шли так в школу и из школы по этой полосе препятствий, и мы не о знаниях думали, а вернутся ли они домой живые, или дойдут ли они до школы, было бы совсем другое решение. Поручение записывайте, то есть вы 80% предусматривайте финансирование, деньги идут на Крыловской район, на кону жизнь детей. О проблеме своего квартала рассказывает и Вадим Аблясов. На встречу с губернатором он приехал из Крымска. Четыре года назад во время наводнения стихия разрушила пешеходный мост. Больше сотни домов бывшего хутора Красной фактически остались изолированными от города. Но пока идут работы по берегу укреплению, восстановить мост невозможно. Альтернативный же путь на несколько километров длиннее. Чтобы решить проблему, Вениамин Кондратьев предлагает создать дополнительный маршрут общественного транспорта, чтобы жители смогли добираться в центр города на автобусе. Они не могут оставаться в изоляции. Им сегодня необходимо сообщение о скрымском. Поэтому сделайте маршрутное сообщение и закройте проблему, что они живут, можно сказать, отрезанные или оторванные от большой жизни городской. А самое главное, от школы, от поликлиники. Потому что сегодня тоже им надо добираться. То есть я считаю, что если мы пустим маршрутное сообщение прямо до вашего хутора, то это сегодня решит проблему до того момента, пока мы не сделаем берегу укрепления. Я думаю, это решит. А вот жители Курганинска волнуются, что предстоящую зиму им придется снова топить свои дома дровами. В северо-западной части города слабое давление газа. Из-за этого частный сектор просто не подключает газопроводу. Если мимо наших населенных пунктов проходят трубопроводы высокого давления, а у нас по кубанской земле не проходят, а в кубанских селах, станицах и городах газа нет, то это абсурд. Или давления нет. Тогда зачем на это все нам нужно? Для кого мы это делаем? Для людей даже в первую очередь быть. Арсений Михайлович, вот какое здесь может быть решение по этому вопросу? Цена вопроса данного проекта где-то порядка 2 миллиона 714 миллионов. И мы планируем включить на тот год, на следующий год. Деньги у нас есть, вы программу нам деньги дали. И я думаю, что где-то апрель, май, крайний случай, июнь, эта работа будет выполнена. И данный населенный пункт будет с газом. Уже сегодня все ответы губернатора кубанцы привезут домой. Возвращение их в родные станицы и города ждут с нетерпением, рассказывают заявители. Сейчас позвоню, нас ждут там с результатом поездки в Краснодар. Я впервые столкнулся с таким высоким раном руководителя на прием. Человечность, спокойствие, такая деловая обстановка. Если будут какие-то вопросы, если они решаемы, то, конечно, без проблем буду писать. И дальше взаимопонимание есть у нас, поэтому власть нас слышит, надеюсь. Будем решать дальше. Мария Крошина, Александр Иванченко, Денис Москаленко, Алексей Комаров и Самир Гачаев. Кубань, 24, Краснодар.